МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новостей дня. Я ее ведущий Максим Самойлов. Мои коллеги-корреспонденты готовы поделиться главными событиями региона. И вот некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Низкая явка на выборах. Впервые в истории города. Почему оренбуржцы предпочли не ходить на голосование? Купальный сезон закончился, а жертвы воды все еще есть. Обзор происшествий за выходные от корреспондентов. ЧАЭС в Бугуруслане. Несколько много квартирных домов до сих пор остается без крыш. КОВИД-19 не отступает. В регионе 98 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. ПОЕТ СИЛО НАРОДНОЕ. 12 художественных коллективов из шести городов России поборются за главный приз в конкурсе. Ключевая встреча – долгожданная победа. Оренбург обыграл московскую команду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И начнем с погоды. По прогнозам синоптиков, она будет переменчивой. В начале недели оренбургцев ожидают дожди. Пройдут осадки местами по области и принесут похолодание на несколько градусов. Так, столбик термометра не поднимется выше плюс 15. Но к концу недели жители региона вновь порадуют солнечные дни. О том, ждать ли заморозков на этой неделе, синоптики областного гидрометцентра расскажут подробнее, но чуть позже. К этой теме мы вернемся в ближайших выпусках. А пока к другим новостям этого понедельника. Явка на выборах в Оренбурге стала одной из самых низких за всю историю. Избирком области и город Оренбурга подводят итоги единого дня голосования. В областном центре свою гражданскую позицию выразили менее 80 тысяч горожан. Это 18,8% от общего числа избирателей. Если говорить о других муниципалитетах области, то самая низкая явка зарегистрирована в Орске – всего 12%. Как отмечают в избиркоме, близкие к этому показателю были зафиксированы в 1994-м. В последующие годы ситуация была чуть лучше. Явка в среднем составляла от 25 до 35%. Напомним, в этот раз в Оренбурге выбирали городских, сельских депутатов и глав некоторых сельских поселений. Также состоялись довыборы на 13-м округе Законодательного собрания области. Самые высокие показатели фиксируются в Северном районе – 51,5%. Дальше следуют Осикеевские и Пономаревские районы. Меньше всего избирателей было на участках в Орске и Бугуруслане. Там явка едва превысила 10%. В Оренбурге выборы проходили три дня. Не обошлось без нарушений. В город Сбирком поступило 196 жалоб и обращений. По сравнению с выборной кампанией 2015 года, конечно, жалоб было намного больше. Я сразу хочу сказать, эти выборы были в городе Оренбурге очень тяжелыми. Но многие наблюдатели даже не открывали закон о выборах представительных органов власти в Оренбургской области. Поэтому у нас и жалобы появлялись. И, ну, раз даже по 19 жалоб в один день по одному и тому же вопросу. Выборы признаны состоявшимися. Почему в Оренбурге явка стала рекордно низкой – подробности в ближайших выпусках новостей. К другим темам. Десятки пожаров, а также дорожно-транспортные происшествия. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Так, в Сорочинском городском округе столкнулись два грузовых автомобиля. Один из водителей травмирован. О других случаях расскажем в обзоре моих коллег. Горе-угонщики. В Сорочинске задержаны двое молодых людей. Их подозревают в угоне автомобиля. Как сообщает в городском отделе МВД, оба подозреваемых находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данное преступление совершили двое мужчин возрастом 21-25 лет, которые признали свою вину и пояснили, что угнали автомобиль с целью доехать в город Бузулу Каренбургской области. Во время движения на угнанном автомобиле они не справились с управлением, машину отбросило в кювет, транспортное средство перевернулось. С места аварии мужчины попытались скрыться. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое теперь грозит оренбуржцам – лишение свободы на срок до пяти лет. Купальный сезон не закончился. В воскресенье из реки Ток, близ села Актынова Александровского района, извлечено тело мужчины. Известно, что это 83-летний местный житель. Спасатели уточняют, что ЧП произошло на месте, не оборудованном для купания. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства гибели пенсионера. Хранил для личного пользования. В Саракташе полиция задержала местного жителя. В его доме обнаружены наркотические вещества в особо крупном размере, а также сырье и приспособления для его изготовления. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что наркотическое вещество он приобрел путем сбора частей дикорастущей конопли 80 метров от своего дома в начале августа текущего года. Он хранил его для личного употребления. Теперь администрация сельсовета должна будет выкосить всю дикорастущую плантацию, а мужчине грозит уголовное наказание. За данное преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Не расплатился за товар. В полицию обратились сотрудники одного из сетевых магазинов Оренбурга. Мужчина вынес из универсама полную корзинку товаров. Он попал на камеру видеонаблюдения. Видно, что покупатель выбирает продукты, а затем быстро покидает помещение не через кассу. Подозреваемый разыскивается. Ольга Энгельс, Владимир Зволинский, Новости дня. В Бугуруслане продолжает действовать введенный режим чрезвычайной ситуации. Это касается сразу нескольких многоквартирных домов. На протяжении длительного времени подрядчик не может закончить ремонт крыш. Квартиры жильцов заливает. Об этом сообщают в фонде модернизации ЖКХ. Такая ситуация не единична. Проблемы с капремонтом есть во многих районах области. Обо всем подробнее расскажет Ольга Энгельс. Несколько месяцев с протекающей крыши. В таких условиях вынуждены жить люди в трех домах Бугуруслана. Специалисты до сих пор не берутся озвучить окончательную цифру ущерба. С каждым днем из-за дождливой погоды пострадавших становится все больше. 7-го числа введен режим. Имело место протопление квартир. Создалась угроза по обеспечению жизнедеятельности населения. Это у нас просто введение до устранения или дестабилизации обстановки. До особого распоряжения. Аналогичная ситуация и в Оренбурге. Сразу в четырех домах. На улице Кольцевой и Полтавской и на проспекте Победы. На объекты с проверкой выезжала городская прокуратура. Картина как под копирку. Крыши раскрыты. Есть следы первого этапа. А в квартирах люди только успевают подставлять ведра и тазы во время дождей. Здесь протекло. Вот протекло. Здесь протекло. Ковром протекло. Разные города. Общее одно. Тендер на выполнение работ на всех этих домах выиграла компания ООК. У Юргазинское ремонтостроительное управление. Теперь выясняется. Собственных ресурсов у организации нет. Нанят субподрядчик. На Кольцевой за время ремонта поменялось. Четыре бригады, жалуются люди. С 31 августа фонд модернизации ЖКХ расторг соглашение с РСУ. Подрядчик счел такие действия незаконными и обратился в суд. Данные действия фонда обжалованы в арбитражный суд. И это все будет предметом рассмотрения в арбитражном суде Орюбовской области. Пока выясняют, кто виноват, страдают жители. В фонде модернизации ЖКХ обещают, ремонт все-таки будет завершен. Уже заключен договор. С другой организацией сейчас специалисты прорабатывают со всеми собственниками вопросы, связанные с возмещением убытков. Когда объект передается подрядной организации и по условиям договора, подрядчик несет полную ответственность за причиненный ущерб. Значит, в рамках этих договоров также заключены договоры со страховыми компаниями. Там, где было обращение, и если подрядная организация обращалась в страховую компанию, и возможно выплата страховой компании, ущерб будет возмещаться через страховую компанию. Сегодня различные ремонтно-строительные работы идут почти на тысячи объектах. 174 из них – замена кровли. За некачественный ремонт и срыв сроков в семи случаях договор с подрядчиком будет расторгнут. Ольга Энгельс, Константин Воробьев, Новости дня. Сейчас прервемся. И вот какие темы вас ожидают далее. Ковид-19 не отступает. В регионе 98 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Поет село Народное. 12 художественных коллективов из шести городов России поборются за главный приз в конкурсе. Ключевая встреча – долгожданная победа. Оренбург обыграл московскую команду. И в продолжении темы. Сейчас обновленные данные Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. 98 положительных тестов на ковид-19 за последние сутки подтверждены лабораторно в Оренбургской области. Общее число зараженных в регионе с начала пандемии – уже 11 228 человек. 81 пациент умер от коронавирусной пневмонии. Из стационаров накануне выписано 31 житель региона. По данным регионального Минздрава, порядка 800 пациентов продолжают лечение в ковидных центрах области. Перейдем к новостям культуры. 12 художественных коллективов из 6 субъектов России. Ансамбли из Липецка, Нижнего Новгорода, Ростовской области, а также Республики Башкортостан и Мариэл объединил 16-й Всероссийский фестиваль народных хоров «Поет село народное». Конкурсная программа первого дня прошла в закрытом режиме, то есть без зрителей. Исключение сделали для нашей съемочной группы. О самом интересном расскажет Анастасия Кубатка. Неделя репетиции, 14 часов в пути и вот последние приготовления. Распевка. Коллектив из Нижнего Новгорода готов покорять оренбургскую сцену. Они приехали уже за очередной, третий по счету победой. Репертуар частично авторский. У нас есть и народные песни традиционные, нижегородские, современные тоже народные песни. И одна песня есть, очень, наверное, современная, можно сказать, прям буквально с пылу с жару. В колорите сразу за выступление в сугубо мужского ансамбля, женский, песни фольклорные. Девушки из Оренбурга. Четыре года назад их объединила любовь к русскому народному творчеству. Скурпулезно они отнеслись не только к выбору репертуара, но и к костюмам. Дизайн продумывали до мелочей, шили сами. Что мы хотели от этого костюма? Чтобы он смотрелся на сцене ярким, чтобы он был мобильным. Потому что мы, в принципе, выступаем как с куртками, так и без курток. У нас есть еще рукава, то есть мы их можем пристегнуть и отстегнуть. Он такой универсальный, можно сказать, и на холодное время года, и на летнее время года. Он напоминает костюм древних славян. То есть, в принципе, это немножечко из той оперы, из той эпохи. А вот что уже из новой эпохи. Обязательное соблюдение эпидемиологических требований. И на фестивале это предусмотрено. После каждого выступления будет проводиться санитарная обработка. Все, кто приехал к нам, приехали с отрицательными тестами. Причем как члены жюри, так и сами участники. Но, несмотря на все сложности с эпид обстановкой, в этом году фестивали оценивают по-настоящему звездные жюри. Заслуженные и народные артисты России, преподаватели, деятели культуры и искусств. Люди, преданные русской народной песне. Они уверены, у нее есть будущее. Если говорить о направлении народно-певческом, да, соответственно, чему конкурс посвящен, молодежь, она очень вовлечена. Появляется огромное количество действительно молодых коллективов, которые показывают свои результаты. В субботу в час дня на площади перед областной филармонией состоится галок-концерт, на котором выступят лучшие творческие коллективы и станут известны имена победителей. Оценить искусство исполнения русского народного фольклора сможет каждый желающий. Анастасия Кубатко, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Сегодня православные отмечают церковное новолетие. 14 сентября в России празднуется 7529 год от сотворения мира. До реформ Петра I в этот день отмечался и Гражданский Новый год. Впервые Новый год в современном нам понимании отметили 1 января 1700 года елкой, фейерверками и пышными празднествами. Церковное новолетие именно в сентябре начали праздновать на государственном уровне еще при царе Алексея Михайловича. Некоторые старообрядческие ветви до сих пор отмечают Гражданский Новый год именно 14 сентября, как дореформенный праздник. Упразднение празднования Гражданского Нового года было намечено Петром I. Последнее богослужение на Руси было совершено 14 сентября 1699 года. А уже 1 января 1700 года Петербург праздновал новый реформаторский Новый год с елкой и фейерверками, сохранившийся в таком виде и до наших дней. В завершении о спорте. Состоялись очередные матчи первенства футбольной национальной лиги. Ключевой в девятом туре являлась встреча в Москве Торпедо-Оренбург. В истории предыдущих встреч у соперников абсолютно равные показатели. По гостевой победе 2-0 и две одинаковые ничьи 1-1. Торпедовцы и в прошлом, и в нынешнем сезоне одни из главных фаворитов ФНЛ. Но в этот раз смазывают старт чемпионата. А вот Оренбург пока выступает выше всяких похвал. Первый таймотчетная встреча в спортивном городке Лужников равный. На 33-й минуте в результате действий хозяев мяч в воздухе пересекает линию гостевых ворот. Мамин выносит его в поле, но это видно только на повторе. А варо в ФНЛ нет, как нет и гола. Но уже в ответной атаке забивает Фоммие. Арбитры возвращают должок, определив у него офсайт. Так команда обменивается любезностями. Сразу после перерыва торпедовцы все-таки открывают счет. Несложный удар Берковского неожиданно становится результативным. Климович совершает нетипичную для вратаря такого уровня ошибку, пропустив мяч под собой. Наши отвечают на 78-й минуте. Прудников слева простреливает в центр штрафной точно на Фоммие. Того никто не держит. И ганский легионер уравнивает шансы. А уже в компенсированное время на первой секунде оренбуржцы дожимают соперника. Похожая комбинация только с правого фланга. Кулишев отдает передачу, а Чуканов наносит точный удар. 2-1 на нашу пользу. Игра была действительно сложной. Но я не думаю, что легкие игры есть вообще в ФНЛ. И впечатление в том, что ребята подустали. Нужно было освежать игру. И у нас получилось, я считаю. По моментам, наверное, счет был на 2-2 сегодня. К сожалению, Оренбург забил. Мы не забили. Чуть-чуть лучше они были в единоборствах. Я думаю, мне рожным глазом было заметно, что мы проиграли в единоборствах Оренбургу. Поэтому заслуженная, я думаю, победа Оренбурга. Поздравляю. Да, Оренбург заслужен. Идет на первом месте. Оренбург остается непобедимым. И увеличивает отрыв от ближайшего преследователя до 6 очков. В субботу будем принимать Акрон. Анатолий Юденич, Владимир Зволинский. Новости дня. На этом пока все. Смотрите новости дня и следите за развитием событий. А также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин